Здравствуйте, уважаемые телезрители! Социальное обеспечение является главной составляющей в жизни общества и государства и непосредственно связано с благосостоянием и благополучием народа и политикой, которую ведет государство. Проблемы социального обеспечения наиболее актуальны в наше время, поскольку каждый из нас сталкивался или обязательно столкнется в будущем с различными видами социальной защиты. Сегодня в студии мы поговорим о некоторых проблемах социального обеспечения, в том числе на примере нашей республики. А помогут в этом нам наши приглашенные эксперты, которых я с удовольствием вам представлю. АПЛОДИСМЕНТЫ Доцент кафедры гражданского права Рамазанов Саидзагидевич АПЛОДИСМЕНТЫ Преподаватель права социального обеспечения кафедры гражданского права Крючкова Кристина Юрьевна АПЛОДИСМЕНТЫ Заместитель начальника отдела социальных выплат отделения пенсионного фонда по республике Дагестан Юмашев Олег Александрович АПЛОДИСМЕНТЫ Право социального обеспечения закреплено на нас Конституционской Федерации, которое говорит о том, что Российская Федерация является социальным государством. Ну, на самом деле, я как человек, который не очень с этим знаком, для меня это все немножко тяжело. И я представляю тех граждан, которые приходят в пенсионный фонд и пытаются оформить себе пенсию, не понимают, когда с ними разговаривают такими какими-то научными терминами, профессиональными. Поэтому хотелось бы сегодня в студии немножко поговорить об этом, чтобы наши граждане понимали, что такое пенсия, из чего она складывается и так далее. Саидзагидевич, вы у нас преподаватель трудового права, поэтому я начну с вас. Расскажите, пожалуйста, что такое пенсия, и из чего она состоит, и из чего складывается. Пенсия, в соответствии с нашим законодательством, является компенсацией, предоставляемой лицам, которые потеряли трудоспособность в силу старости, в наступлении пенсионного возраста, либо в силу потери здоровья по иным причинам, либо потери кормильцев, и тому подобное. Но главный ее смысл, то, что она компенсирует тот заработок, который человек получал, когда он был трудоспособным и зарабатывал себе на жизнь самостоятельно. И, соответственно, пенсионное обеспечение осуществляется государством с учетом того, сколько человек проработал, какие страховые взносы были выплачены на его заработную плату и какие достижения, баллы, соответствующая система по реализации соответствующих правок при осуществлении трудовой деятельности им было осуществлено. Кроме того, пенсия, она формируется за счет, помимо пенсии, которую зарабатывают сами себе граждане, то есть, когда осуществляют трудовую деятельность, она может быть и социальная пенсия, пенсия, которую выплачивают людям, ставшими инвалидами детства, и людям, которые стали инвалидами в результате того, что потеряли трудоспособность, аварии или какие-то болезни и тому подобное. Составляющие пенсии сейчас у нас происходит переходный период в соответствии с действующим законодательством. У нас сейчас уже перешли к страховым пенсиям, до этого были трудовые пенсии, то есть, трудовые пенсии зависели от трудового стажа соответствующего человека. Страховые пенсии зависят, в первую очередь, от страховых взносов, которые выплачиваются на его заработную плату с заработодателем соответствующей фонды. То есть, деление, которое сейчас существует на страховую пенсию и накопительную пенсию, оно сейчас перешло из предыдущих трудовых пенсий, которые делились на базовую страховую и накопительную части, то есть, где формировалась соответствующая часть, постоянно выплачиваемая пенсионеру, точнее, начисляемая пенсионеру, страховая часть, которая выплачивалась за счет страховых взносов, и накопительная часть тоже, которая часть из страховых взносов, но имеет соответствующие особенности. Но все это, скажем так, профессиональное социальное обеспечение, касающееся термина. Проще говоря, пенсия сейчас формируется от того, какую зарплату получает на сегодняшний день человек. То есть, чем больше у него зарплата, тем больше на его зарплату начисляются работодательные страховые износы, и, соответственно, тем больше у него в конечном счете будет пенсия. Поэтому, чем больше человек работает и зарабатывает, тем больше будет в конечном счете у него пенсия. И от того, сколько он проработал, тоже это сейчас зависит. Есть минимальный стаж для назначения пенсии. Сейчас он каждым годом увеличивается и будет определено в 2025 году примерно окончание этого. То есть, это будет зависеть от того, какой у человека соответствующий стаж, сколько им на числе страховых износов и какой у него возраст, если это по старости пенсии. Синяя Магутановна, я бы хотела вас тоже уточнить. В новом законодательстве у нас отсутствует понятие трудовая пенсия, правильно? У нас она заменена на страховые пенсионные выплаты. Расскажите, пожалуйста, нам, в чем их главные отличия и их соотношение между собой. Ну, так таково, здесь введением федерального закона 400, который был принят 28 декабря 2013 года, который вступил с января 2015 года в силу, были отменены. Как так таково, трудовой пенсии, понятия у нас нет. Понятие, он был страховой пенсии, он еще был введен 173 федеральным законом, который действовал до января 2015 года. С января 2015 года у нас трудовые пенсии, они трансформировались в два самостоятельных вида пенсии. Как все сейчас отметили, это страховая пенсия и накопительная пенсия. Страховая пенсия – это ежемесячные денежные выплаты в целях компенсации утраченного заработка или иных выплат в связи с достижением наступления пенсионного возраста, в связи с потерей трудоспособности для наступления инвалидности или в связи с потерей кормильца, когда выплачивается пенсия нетрудоспособным членам семьи. Существует несколько видов сейчас страховых пенсий. Это страховая пенсия по инвалидности, страховая пенсия по старости, страховая пенсия по случаю потери кормильца. И есть определенные условия, при которых назначаются эти виды пенсии. Вот страховая пенсия по старости, она у нас назначается с 2015 года, значит нужно, вот в связи с каким новшеством были введены этим федеральным законом, да, 400-м, с 2015 года увеличился минимальный стаж, требуемый для назначения пенсии. И он растет с каждым годом. Вот в 2018 году этот стаж на сегодня, требуемый стаж, это 8 лет. И каждый год оно будет увеличиваться, доведено до 15 лет требуемого стажа. Ранее старым законом было всего необходимо было для назначения страховой пенсии не менее 5 лет. Помимо этого, сейчас это самое, введены такой параметр, это пенсионные баллы, да, как вы знаете, что пенсионные баллы. Если имеется на сегодня, значит пенсионные баллы составляют для того, чтобы выйти на пенсию, это значит достижение пенсионного возраста, это пенсия по старости, да, наличие стажа и наличие пенсионных баллов. На сегодня он составляет 11,4. Здесь с каждым годом оно будет расти, в следующем году оно будет в 2018 году где-то 13,8. Если этих условий не будет соблюдено, конечно, страховая пенсия не будет назначена. Для назначения страховой пенсии по инвалидности достаточно иметь одного лишь, независимо от продолжительности стажа, при наличии группы какой-либо инвалидности назначать страховая пенсия по инвалидности. Там независимо от стажа необходимо иметь хотя бы один день страхового стажа, чтобы назначить страховую пенсию по инвалидности, в том числе и в пенсии по случаю потери кормильца. Это не значит, что если у человека не выработан какой-то стаж, ему вообще пенсии не полагается. Если по каким-то причинам человек в течение своей жизни не смог отработать какой-то стаж, или выработал минимальное количество стажа, не выработал те баллы, которые на сегодня предусмотрены законодательные, ему будет назначена социальная пенсия при определенных условиях, при достижении определенного возраста. Или он может их доработать правильно? Или он может доработать этот стаж, который он не выработал. Он каждый год будет увеличиваться, в том числе и баллы, и стаж. А я правильно понимаю, что накопительную пенсию имеют право не все категории граждан, верно? Да, накопительная пенсия у нас имеет право на накопительную пенсию. Это граждане, которые достигли 67-го года рождения и малыш. Только эта категория лиц имеет право на накопительную пенсию. А что касается фиксированной выплаты на сегодняшний день? Фиксированная выплата, она выплачивается, вот на сегодня страховая пенсия, она состоит, она вообще называется страховая пенсия, плюс фиксированная выплата. Раньше она была как базовая часть и страховая часть. Сегодня она как стоит, как страховая пенсия, плюс фиксированная выплата к пенсии идет, к пенсии по старости, по инвалидности. Это гарантированная государственная выплата, которая не зависит от того, кто он повышает. Это возраст достижения определенного возраста, размер этой фиксированной выплаты зависит от достижения пенсионного возраста. На сегодняшний день пенсия состоит из фиксированной выплаты и страховая часть пенсии. Да, все. Только из этих двух? Да, да. А, все. Спасибо большое. Светия Георгиевич, мы уже не раз говорили в нашей студии о проблемах и последствиях негативных, так называемых выплат, серых заработных выплат. То есть, та заработная плата, которая выдается в конвертах. То есть, в нее перечисления, в частности, пенсионный фонд не переводится. И я думаю, что не все наши граждане понимают, чем грозит им подобные действия. Расскажите, пожалуйста, каковы последствия и каким образом влияет неуплата страховых взносов на размер будущей пенсии граждан? На сегодняшний день, как я уже повторил, поговорил, соответственно, чем больше человек зарабатывает, тем больше должен работодатель страховых взносов на его заработок выплачивает пенсионный фонд и другие небюджетные фонды. И, соответственно, из этих страховых взносов в конце будет формироваться пенсионное обеспечение этого человека. Поэтому, если официально работодатель фиксирует более низкую заработную плату, то есть, если реальный человек получает 50 тысяч рублей, а официально он начисляет 20 тысяч рублей или 15 тысяч рублей, а остальное платит в конвертах, как обычно говорят, в этом случае, получается, страховые взносы будут начисляться только на официальную часть, на эти 20 тысяч рублей, а 30 тысяч остается без начисления. Соответственно, в конечном счете человек получит пенсию гораздо меньше, чем он мог претендовать, при том, что вся его заработная плата была бы чистой, официальной, и работодатель ее полностью уплачивал. То есть, страховые взносы, пенсионный фонд, они не из зарплаты вычитаются, а начисляются заработателям сверх заработной платы, самим работодателям на сумму той заработной платы, которую получает тот или иной работник. И, естественно, сейчас многие работодатели, им выгоднее чаще скрывать полную официальную заработную, то есть, реальную заработную плату своих работников, потому что, ну, не кратно, ну, почти в три или четыре раза увеличивается заработная плата работника в результате того, что он должен платить на него страховые взносы. Поэтому, чтобы уменьшить эту оплату, они делают так, разделяя ее на официальную часть и неофициальную часть, соответственно, которая выплачивается отдельно в конвертах. Поэтому работник, который просто заинтересован в том, чтобы получить нормальную пенсию, чтобы во время выхода на пенсию он мог существовать и жить нормально, как и во время работы, то есть, это было полноценной компенсацией утраченного заработка, в этом случае, конечно, он должен настаивать, чтобы работодатель ему выплачивал всю заработную плату официально, полностью, потом с нее выплачивал соответствующие страховые взносы и фонд социального страхования, и пенсионный фонд, и фонд обязательного медицинского страхования. Поэтому это прямая заинтересованность. С другой стороны, что работодатели оправдывают себя тем, что в результате того, что они полностью платят страховые взносы на заработную плату, то происходит удорожание той продукции, тех услуг, которые они реализуют, и, соответственно, это удорожание всей жизни. И когда это объясняют, получается, что им выгоднее сейчас, соответственно, для действующей экономики, скрывать часть заработка, скажем так, этих работников. Потом те же самые работники, конечно же, они бывают заинтересованы в плане, то есть многие люди просто относятся достаточно скептично и к пенсионной системе тоже. То есть они говорят, вот сегодня есть там накопительная то была, то ее отменили, то еще что-то сделали. Поэтому они говорят, зачем нам эта пенсия, мы согласны, давайте лучше серую зарплату платите. То есть они им когда говорят, хотите, я вам буду платить чистые 30 тысяч или, скажем так, официальные 30 тысяч или неофициально буду платить вам на руки 35, которые тут 5 тысяч, которые я должен был страховые взносы заплатить, я лучше тебе их заплачу за эту зарплату. И многие говорят, да, давайте мне сейчас заплатите, мне эта пенсия потом будет, не будет, еще неизвестно. То есть и с работников стороны такое тоже отношение бывает, но опять-таки это, ну, как бы, многие нюансы. А потом, когда они уже сталкиваются с необходимостью выхода на пенсию, они уже думают, да, действительно, вот сейчас вообще ничего не получают, копейки социальную пенсию, лучше бы я тогда получал. Поэтому пока непосредственно не столкнется работник, конечно, немногие этого понимают, необходимость того, чтобы эти страховые взносы выплачивали. Основная проблема заключается в том, что такие случаи практически невозможно отследить, да, правильно, или выявить? Ну, да, вот на одном из круглых столов как раз-таки обсуждал, и прокуратура где участвовала, говорили, что очень сложно выявить, что работодатель выплачивает серую зарплату, потому что они как не фиксируют. Если сам работник придет, скажет, вот мне платят серую заработную плату, находите моему работодателю, тогда, конечно, за руку можно поймать его. А если этого не пройти, так по документам никак не докаешь, потому что никаких документов нету. Надо показать приход денежных средств работодателю и что, что он распределил их как в виде заработной платы, серая заработная плата. Это очень сложно, это надо целые мероприятия проводить, следственные и все остальные, это дорогостоящие, скажем так, мероприятия, не всегда целесообразно, потому что, еще раз говорю, повышение заработной платы работникам. Почему у нас заработная плата, минимальный размер оплаты труда и пенсии, они всегда были, ну и сейчас до сих пор, еще с Нового года обещают с прожиточным минимумом сравнить. Но это пока еще не так. То есть, в данном случае, экономика, к сожалению, у нас достаточно слабая, какие-то меры активные принимать, чтобы там начать борьбу с неплательщиками заработной платы, это проводится, но не такими активными мероприятиями, скажем так, на сегодняшний день. Спасибо большое за ответ. Олег Александрович, Вы у нас являетесь специалистом по материнскому, по материнскому капиталу, поэтому этот вопрос тоже для нашей республики один из болезненных. Скажите, пожалуйста, кто имеет право на получение материнского капитала и какие документы необходимо предоставить, чтобы непосредственно получить его? Материнский капитал – это форма социальной поддержки населения, а именно семей, которые имеют двух и более детей. Введена была эта социальная выплата 256-м федеральным законом в декабре 2006 года. Действует закон с января 2007 года. Выдача сертификата материнского капитала, ну пока по закону действует до конца 2018 года. Есть пока предложение президента Российской Федерации Владимира Владимира Владимировича Путина продлить этот срок действия до 2021 года, но пока это предложение. Скорее всего, законодательно они будут подтверждены, но пока это только на уровне предложений. До 2021 года? Да, до 2021 года. Право на материнский капитал имеют женщина, родившая второго и последующих детей после января 2007 года, и мужчина, усыновивший двух и более детей, опять-таки после января 2007 года. Да, мужчина тоже имеет право на материнский капитал, но только в случае усыновления. А в случае гибели его жены, например? Это переход права, он является вторичным получателем капитала, сертификат его жены аннулируется, и он уже как бы наследует ее право, но только в том случае, если она это право получала в свое время. Также дети могут являться в случае гибели или лишения родительских прав обоих родителей владельцами сертификата. Ну, заявление подает уже опекун. Но материнский капитал у нас в безналичной форме, правильно? Да, многие, допустим, задают вопросы по поводу, как обналичить материнский капитал. Так вот, в законе понятие обналичивания отсутствует как таковое. Все перечисления материнского капитала производятся в безналичной форме. Даже вот те выплаты единовременные 25 тысяч, 20 тысяч, 12 тысяч, которые у нас были разовыми законами, они тоже производились на счет матери, на счет владельца сертификата в безналичной форме. А есть какие-то определенные сферы, правильно, куда можно направить материнский капитал? Да, конечно. И они, по-моему, весьма ограничены, нет? Материнский капитал можно распорядиться, значит, куда можно направить арестомат капа. Во-первых, на улучшение жилищных условий. Это основная, самая крупная статья, куда в основном граждане нашей республики направляют свои средства. Улучшение жилищных условий, значит, у нас подразделяется на приобретение жилья, на, значит, вступление в жилищно-строительные кооперативы, далее идет долевое строительство, на строительство своими силами, когда человек начинает строить, ему платят 50% суммы на его сертификате, затем, когда уже заявитель приносит подтверждение акт о выполненных работах, о том, что он действительно там что-то построил, администрация того муниципального образования, где он строится, выходит на место с комиссией, этот акт составляют, мы платим вторую половину его, ну, суммы, оставшиеся на сертификате материнского капитала. Но это происходит через 6 месяцев после первой оплаты, через полгода. Также, кроме улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно потратить на получение образования детей, причем не обязательно сертифицированного ребенка, это может быть и первое, да, любого ребенка, который учится, но в том случае, если он учится в ВУЗе или в учреждении там до ВУЗовской, в садике и так далее, в школе, аккредитованной, имеющей лицензию, и учебная программа, которую преподают, она тоже должна быть аккредитована. А, допустим, на лечение или что-то вроде этого? Таких направлений в законе нет на данный момент. На данный момент есть улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, и есть статья на реабилитацию детей-инвалидов и обеспечение им условий жизни в обществе. А на пенсию матери, вот что-то вроде этого я видела. Пенсия матери, да, есть такая документная, накопительную часть пенсии матери. Тоже возможно? Да, конечно. А что на сегодняшний день нужно, например, людям, которые собираются получить материнский капитал, чтобы сертификат непосредственно получить на руки? Ну, значит, у нас минимальный набор документов. Это паспорт заявителя, это свидетельство о рождении детей и заявление. Значит, остальные документы, если они необходимы, пенсионный фонд запрашивает в соответствующих организациях. Ну, если мы можем проверить факт выдачи свидетельства о рождении, скажем, в Министерстве юстиции, мы проверяем действительность паспорта, отправляя запросы в Министерство внутренних дел. Запросы у нас электронные, все это происходит довольно быстро. Подать заявление можно как в пенсионный фонд клиентскую службу, так и через личный кабинет застрахованного лица на сайте пенсионного фонда, через портал государственных услуг, значит, и через многофункциональный центр. Ну, сроки выплаты материнского капитала, они же ограничены, верно? Выплата материнского капитала производится в течение, ну, максимум, в течение 40 дней после подачи заявления. 30 дней у нашего специалиста уходит на вынесение решения, после вынесения решения 10 дней на перечисление средств. Нет, а само использование данного материнского капитала, я могу, не я, а женщины, которые захотят получить его или мужчины, до какого возраста ребенка можно его использовать? Если улучшение жилищных условий производится при помощи кредитования, то есть вы берете ипотечный кредит целевой, либо займ целевой, опять-таки, на строительство жилья или на приобретение жилья, или если средства направляются на реабилитацию детей-инвалидов, здесь нет ограничения по возрасту ребенка. Все остальные направления, они исходят из 3-летнего возраста сертифицированного ребенка. То есть как только 3 года ребенку, на которого был выдан сертификат, исполняется, мама может подавать заявление. Все, спасибо. Еще у меня такой вопрос есть. Не кажется ли вам, что столь жесткие ограничения по целевому использованию материнского капитала привели к ряду мошеннических действий со стороны определенного круга лиц? У нас, например, даже в городе можно было, сейчас я, честно сказать, не видела этого, но раньше было повсюду объявление, помогу получить материнский капитал наличными средствами, или еще что-то вроде этого. Ну, дело в том, что к такому положению вещей привело желание нашего народа получить все и сразу. То есть не тратиться на улучшение жилищных, ну, еще и экономическая ситуация в стране. Не каждый может себе позволить построить дом или приобрести квартиру, если государство спонсирует вас на 453 тысячи рублей, не более. Поэтому у людей возникает желание теми или иными незаконными способами заработать эти деньги. Просто людям необходимо помнить, что ответственность обоюдная. То есть не надо все переварить на мошенников и так далее. Вот они, одни несчастные, виноваты, а мамочки, они обездоленные, их обманули, нет. А к вам приходят такие граждане? Вот меня обманули и... Меня обманули, я потерял потом уже разбирательство, когда идет, по факту там совсем другие вещи сплоют. То есть дело в том, что, смотрите, для того, чтобы распорядиться средствами материнского капитала, необходимо предоставить документы. Документы – это копия паспорта, это копия свидетельства о рождении, опять-таки. Это копия договора того или иного, или кредитного договора, или договора долевого участия, или это договор купли-продажи. То есть там есть документы личного ношения, есть документы, которые мамочки получают, заключая договора. Документы личного ношения без ведома матери ни один мошенник нигде не найдет и не представит. Поэтому здесь ответственность обоюдная. Как от заявителей, участвующих в мошеннической сделке, так и от самих мошенников. Поэтому это нужно помнить заявителям, которые пытаются получить деньги таким способом. Но вам не кажется, что было бы целесообразие немножко расширить данный перечень, поскольку он действительно очень узок, так скажем? Ну, опять-таки, расширяя перечень, нужно помнить о том, что, создавая какие-то выплаты, их придется платить. А в той экономической ситуации в нашей стране, которая у нас складывается на данный момент, ну, сложно говорить именно о расширении. Допустим, приходили проекты Государственной Думы перечислять средства на приобретение автомобиля, скажем. Но это все было, скажем так, не одобрено Министерством финансов именно на уровне проектов. Потому что каждая выплата требует перечислений. А экономика страны сейчас не может себе позволить таких перечислений. Многие, например, заявляют, давайте сразу давать, зачем нам нужны эти дома, зачем нам нужны квартиры, обучение, дайте сразу эти деньги на руки матери. Ну, по статистике, например, в том же Дагестане на данный момент выдано 260 тысяч сертификатов. По России 8 миллионов. Ну, представьте себе, 8 миллионов человек по полмиллиона получат на руки. И одномоментно. Экономика страны такую не потянет. Ну да. Поэтому такие жесткие ограничения. Еще эти ограничения, например, с возрастом трехлетнего ребенка связаны с защитой самих детей. Чтобы не было ситуации, когда ребенок был рожден чисто для получения материнского капитала, деньги были получены, дальше ребенок был оставлен в детдоме. Вот чтобы таких ситуаций не было, именно введены жесткие ограничения на распоряжение и на получение сертификатов. Спасибо большое за столь развернутый ответ. АПЛОДИСМЕНТЫ На сегодняшний день предлагаются различные варианты по совершенствованию социальной защищенности наших граждан. И в частности, одним из предложений было увеличение пенсионного возраста наших пенсионеров. Синяна Абутовна, у вас хотелось бы узнать, как работе пенсионного фонда, как вы относитесь к подобным предложениям. Синяна Абутовна, у нас сегодня есть такие предложения. Вы знаете, 143-й федеральный закон, он принят, он уже действует с 2017 года. Повышен пенсионный возраст для отдельных категорий граждан. Это государственные федеральные служащие. Для них, пока они находятся на государственной службе, им пенсии мы будем назначать с увеличением пенсионного возраста. То есть в этом году это было, значит, если женщина достигла пенсионного возраста 55 лет, мы сразу, если занимает государственную должность, или мужчина 60 лет, да, находится на этой должности, мы будем назначать пенсию, вот с этого года назначаем, с увеличением возраста на 6 месяцев. То есть через 6 месяцев они имеют право обращаться. А если, конечно, они уйдут с работы, то пенсия может быть назначена. И она так вот доходит до 65 лет для мужчин, вот увеличен он пенсионный возраст фактически для тех государственных служб, а для женщин 63 года. И стаж тоже государственной службы в связи с этим тоже увеличен. Но увеличение, оно так таково, честно говоря, будет происходить, потому что если вот на сегодня многие у нас граждане не имеют возможности трудостроиться, где они работают, да, или получают, вот как здесь говорили, серые заработные платы, с которых не идут отчисления в пенсионный фонд, и они не смогут реализовать свое право на пенсию по тому закону, который на сегодня существует, 55 лет или 60 лет при тех определенных условиях. Если они уже это не выработают, этот стаж, или вот эти пенсионные баллы не наберут, то пенсия им будет назначена, естественно, с увеличением уже возраста. Это в 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин. У нас многие граждане, если быть откровенными, не доживают от такого возраста. Но не многие граждане, но средний возраст. Не на от нас зависит вопрос, я не могу сказать, да. Это законодательно так вот рассматривают. Конечно, может учитывать ту экономическую ситуацию, которая находится в стране. Поэтому сегодня нужно думать вот этим молодым гражданам, которые у нас сидят студентам будущие, да, наши эти, может где-то они трудостроятся, конечно, нужно сразу требовать, чтобы трудовой договор был заключен, и получали вот эту заработную плату официально. Уже нужно думать уже с молодости о пенсиях. А пенсия уже стара с не за горами, как у нас говорится, да. Спасибо большое. Сегодня на студии традиционно принимают участие в обсуждении также и студенты Северокавказского института Северокавказского университета юстиции. Ребята, если у вас есть вопросы к нашим экспертам, гостям, задавайте, пожалуйста. Уверен, с удовольствием ответить на ваши вопросы, интересующие вас. Здравствуйте, студент Северокавказского института Министерства Университета Российской Федерации. У меня такой вопрос, то есть раз мы начали говорить о материнстве, то есть о материнском капитале, хотелось бы задать следующий вопрос. Допустим, мы говорим о том, что, как вы сказали, то, что в России на сегодняшний день сложное экономическое положение получается, да. И то есть государство не может единовременно выплатить, допустим, родителям ту предусмотренную денежную сумму. У меня складывается такой вопрос. Ну, не было, ну, было бы объективно создать определенную частную организацию, то есть легализовать деятельность. То есть в этом случае риск государства был бы минимален, то есть риск был бы более объективен непосредственно для самой частной организации. То есть она бы выплачивала этот материнский капитал. И если у граждан есть какие-то определенные проблемы, то есть они единовременно сразу хотят получить, допустим, материнский капитал, то есть риск несет непосредственно сама та частная организация, как вы считаете? Было бы ли объективно? Спасибо. Тогда эта выплата не перестанет ли быть государственной? Государство обеспечивает, выдает сертификат, и как бы государство же и обеспечивает этот сертификат средствами. А частная организация вряд ли она сможет обеспечить. Потом частные организации подвержены и банкротству, и разорению. А где гарантия, что даже руководитель организации не возьмет те средства, которые были перечислены государством ему, и не скроется с ними? Просто хотелось бы сказать, что у нас есть как бы диспозитивная норма, но граждане могли бы обратиться непосредственно в эти частные организации, так и сначала просто ждать, допустим, эти средства от того же самого государства. Но опять-таки частные организации будут желать получить эти средства от государства и платить гражданам. Сами организации вряд ли заинтересованы, чтобы блаженым средства платить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, студенты второго курса, Куда Магомеда Магомед Расул. Я хотел бы спросить, на сегодняшний день, как у нас в Дагестане, так и в России существует такая наболевшая проблема с вопросом детских садов. Не имеются, нет места и так далее, родители вынуждены обращать, отдавать своих детей в частные детские сады и так далее. Вот вы говорили, на что можно потратить материнский семейный капитал, и вы сказали, на образование, я бы хотел уточнить, включается, входит ли дошкольное образование или именно эта школа отдельно? Да, дошкольное образование тоже входит, платные садики тоже оплачиваются материнским капиталом. Там есть свой набор документов, он не такой жесткий, как на получение образования. АПЛОДИСМЕНТЫ Я студентка четвертого курса Амира Пирвана. Расскажите, пожалуйста, о перерасчете страховой пенсии. Перерасчет страховой пенсии производится год один раз. Это страховая часть в отношении работающих граждан. В августе каждого года органы пенсионного фонда производят корректировку страховой части пенсии работающим пенсионерам. Это беззаявительная корректировка называется беззаявительный перерасчет. Это в зависимости от того, сколько баллов на их лицевом счете за год уплачено от работодателя поступило на индивидуальный лицевой счет. Год один раз вот такую корректировку мы производим беззаявительно в отношении работающих граждан. Помимо этого, если какие-то при назначении пенсии какие-то периоды работы не были учтены, или какие-то нестраховые периоды, да, сейчас много вопросов идет, но, знаете, да, в территориальные органы пенсионного фонда обращаются сейчас многие граждане по поводу перерасчета. Это замена страхового стажа на нестраховые периоды. Есть такое понятие, кроме страхового стажа, страховой стаж мы включаем нестраховые периоды при определенных условиях. Это когда, если им предшествовала или за ними следовала работа. Это нестраховые периоды, это такие, когда в ряде каких-то причин люди не могли работать. Это уход за ребенком. Возмещение производится и либо отцу, и либо матерью, кто не воспользовался при назначении пенсии. Уход за инвалидом первой группы или 80-летним. Потом уход инвалидом ребенком, инвалидом до 18 лет, да. Это военная служба по призыву. Это нестраховые периоды. В 2015 году, когда закон, 400-й федеральный закон вступил в силу, при назначении пенсии это было предусмотрено, какой вариант выгодный. Если человек работал, одновременно имел нестраховые периоды, тогда женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком. Мы могли этот страховой стаж заменить на нестраховой период, потому что выгодный вариант имеет сколько баллов, по какому варианту можно было исчислить размер пенсии с учетом этих баллов. За эти нестраховые периоды исчисляются пенсионные баллы. При новом назначении это было предусмотрено законом. Сейчас, летом приняли такой закон, внесли изменения, что можно пересчитывать и тем гражданам, которым было назначено до января 2015 года пенсию. В связи с этим, эти люди к нам, граждане, обращаются в пенсионный фонд по месту своего жительства, нахождения пенсионного дела с определенными документами, заявлением по поводу перерасчета страховой пенсии. Перерасчет у нас всегда производится с первого числа месяца, в котором поданы заявления. Спасибо. Ну, социальное обеспечение включает в себя не только пенсионные, поэтому давайте немножко поговорим о вопросах, связанных с социальным обеспечением отдельных категорий граждан. Есть такая поговорка в народе, что о уровне защищенности населения можно говорить по отношению к детям и матерям. У нас Кристина Юрьевна является преподавателем права социального обеспечения, поэтому хотелось бы спросить у вас, какие проблемы на сегодняшний день являются в этой сфере. Здравствуйте, уважаемые участники нашего круглого стола. Хотелось бы отметить, что федеральное законодательство достаточно точно определяет пособия, льготы, которые предоставляются отдельным категориям гражданам. Это многодетные матери, граждане, имеющие детей. Они обеспечиваются пособиями. У нас есть единовременные пособия, у нас есть ежемесячные пособия. Например, единовременное пособие выдается у нас по беременности и родам. Единовременное пособие при рождении ребенка. У нас есть единовременное пособие для женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности до 12 недель. Если говорить о цифрах этих пособий, здесь, конечно, говорить о том, что наше государство социальное нельзя. Допустим, пособие для женщин, ставших на учет в ранние сроки беременности, оно составляет 631 рубль. Оно единовременное. То есть один раз его можно получить. У нас есть ежемесячные пособия. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Его может получать как женщина или мужчина, если он осуществляет уход за ребенком. Если эти граждане работают, то они получают 40% от своего среднемесячного заработка. Если эти граждане у нас не работают, то они получают фиксированные суммы, которые устанавливаются государством. На первого ребенка данное пособие составляет 3065 рублей, на второго и последующего 6131 рубль. Это до полутора лет. Естественно, потом таких сумм они не получают. У нас есть пособия для граждан, которые попадают в различные трудные жизненные ситуации. Что касается детей, это, например, пособия при поствакцинальных осложнениях. То есть, когда ребенку сделали прививку, у него возникло осложнение, либо он вообще стал инвалидом. Естественно, эти цифры тоже очень малы, в районе 2500 и так далее. У нас есть пособие по безработице. Оно выплачивается безработным гражданам, которые стоят на учете в качестве безработных в Центре занятости населения. Минимальный размер пособия составляет 850 рублей, максимальный – 4900. И что хотелось бы ответить, данное пособие не индексируется. На мой взгляд, это и правильно. Потому что если бы пособие по безработице индексировали, то это бы не стимулировало граждан к работе. У нас есть пособие по временной нетрудоспособности, которое выплачивается фондом социального страхования. Это пособие выплачивается гражданам, которые, так скажем, не могут трудиться в связи с заболеванием или травмой. Здесь тоже зависит. Если гражданин работал, то у него будут одни цифры начисления пособия. Оно зависит от страхового стажа. Если не работал, соответственно, совершенно другое. Что касается вообще социальных выплат, не только для граждан, имеющих детей. У нас есть социальные выплаты, в частности, которые выплачиваются пенсионным фондом Российской Федерации. И вообще я хотела бы сказать нашим гражданам, которые будут смотреть эту передачу, все, что касаемо пенсионного и социального обеспечения. У нас сейчас у пенсионного фонда, в частности, есть электронные сервисы. Это личный кабинет гражданина. Мы все с вами являемся застрахованными лицами. У нас есть СНИЛС. И по номеру данного СНИЛС они могут зарегистрироваться на сайте ПФР, создать свой личный кабинет. Это не заставляет, в принципе, никакого труда. И вы можете хоть каждый день заходить в свой личный кабинет и смотреть, сколько работодатель за вас перечислил страховых взносов и вообще перечислил ли. Те граждане, пенсионеры, которые не могут пользоваться компьютерами, они могут прийти в пенсионный фонд и заказать выписку со своего индивидуального лицового счета. Эту выписку заказывают бесплатно, по-моему, в тот же день ее могут выдать. Либо через МФЦ ее можно, либо через сайт государственной услуги. Мы просто заходим на сайт пенсионного фонда. На сайт пенсионного фонда или на портал госуслуг. А личный кабинет надо зарегистрироваться? Надо зарегистрироваться, да. По номеру СНИЛС, то есть ничего сложного нет. И, в принципе, каждый гражданин может сам смотреть, сколько за него перечисляет работодатель страховых взносов. И сам отслеживать. В принципе, все граждане, мы сами должны заботиться о своей будущей пенсии, мы должны сами это контролировать. Это касается, что социальных выплат ПФР. Те социальные выплаты, которые у нас производит Управление социальной защиты населения, это как раз касается и многодетных матерей. Для них предусмотрены льготы. У нас есть федеральный закон, который, так скажем, подробно указан перечень этих льгот. Это и бесплатное обеспечение лекарственными средствами до определенного достижения детьми возраста. Это про детский сад мы сегодня говорили. И внеочередное устройство детский сад, детское питание, например. Например, некоторые льготы на территории Республики Дагестан не действуют. Вы знаете, например, есть такая льгота для многодетных матерей, как получение земельного участка. Вот так как в Республике Дагестан очень много многодетных матерей, то данная льгота здесь приостановлена. И, в принципе, федеральное законодательство позволяет это сделать, потому что право социального обеспечения находится в совместном ведении и РФ, и субъектов РФ. Нельзя сказать, что государство не помогает нашим гражданам. У нас все-таки пособия эти выплачиваются. Они индексируются. Различные льготы, санаторно-курортное лечение, реабилитация инвалидов. Все это у нас есть. У нас есть предприятия, заводы, на которых также трудятся эти инвалиды. Инвалиды, санаторно-курортное лечение, есть специализированные лечебницы для инвалидов с различными заболеваниями. Есть реабилитация детей инвалидов, протезно-ортопедические различные учреждения. Нельзя сказать, что государство не заботится. Конечно, нам хочется, чтобы это было в больших объемах, но, к сожалению, нам не позволяет это сделать бюджет. Кристина Юрьевна, не кажется ли вам, что большинство наших граждан попросту не знают о том, что они имеют те или иные льготы? Согласна. Правовое незнание тоже является минусом. Еще раз говорю, сейчас век информационных технологий. У каждого гражданина практически есть компьютер, есть интернет. Заходите, смотрите на официальных сайтах. Сейчас все, в принципе, внебюджетные фонды. И ПФР, и фонд обязательного медицинского страхования, и фонд социального страхования на своих официальных сайтах выкладывают всю информацию о правах граждан, на что они имеют право, на право бесплатного оказания медицинской помощи. Очень многие не знают, что они могут обслуживаться в тех же частных медицинских организациях, как Целитель, где их обязаны принимать по полису ОМС бесплатно. И это делается. Вот мы со студентами на одном из семинаров позвонили в клинику Целитель, и, собственно, сказали, а какие мы услуги можем у вас получить бесплатно по полису ОМС. Нам были перечислены эти услуги, в какое время мы можем прийти и получить их бесплатно. Просто граждане об этом не знают. Но лекарства, они представляются не все, правильно? Там есть определенный перечень лекарств. Да, есть перечень лекарств, но я хочу сказать, что этот перечень не такой скудный, как нам представляется. Там есть очень дорогостоящие лекарства и противовирусные, такие как карбидол, например, и, допустим, дорогостоящие антибиотики. Они тоже предоставляются бесплатно по рецептам часто болеющим детям, многодетным семьям. Единственный, конечно, минус, когда вам дадут этот рецепт, вы придете в эту аптеку, и этого лекарства может не быть в наличии, вам придется его ждать. А когда болеет ребенок, естественно, вы ждать не сможете, вы его купите. Но в любом случае вы потом получите это лекарство бесплатно, оно у вас будет, срок годности, как правило, там большой, и оно, конечно, лучше бы, чтобы не пригодилось, но если пригодится, вы этим воспользуетесь. То есть человек может прийти в любую аптеку? Не в любую аптеку, вам скажут, да, в социальной аптеке, которые заключают договор с медицинскими учреждениями, как раз там вы можете получать бесплатные лекарства. Перечень лекарства, он утвержден, вы можете его тоже посмотреть. Может, пока эти лекарства придут, они уроки не нужными? В этом есть тоже проблема. Нельзя сказать, что вы придете, и лекарство будет. Такого не могу сказать. Кристина, а что касается детского питания, речь идет именно о каком питании? Я правильно понимаю, это смеси? Это смеси молочная кухня. Вот молочная кухня, где получают бесплатно, выписывают, опять же, это многодетным семьям, малоимущим семьям, у которых прожиточный минимум на каждого члена семьи не выходит, соответственно, меньше установленного прожиточного минимума в регионе, доход семьи. Вот они имеют право на получение вот этой бесплатной молочной кухни. Творожок, кефир, молоко, что там дают. Но об этом, опять же, они должны обратиться в управление социальной защиты населения. У нас еще один вопрос, связанный с социальным обеспечением, который бы я хотела сегодня поднять. Это проблема функционирования стационарных и полустационарных учреждений нашей республики. Кристина Юрьевна, Садзиагедевич, я хочу сказать слово кому-либо из вас, кто готов дать какой-то развернутый или полный ответ на этот вопрос. В Российской Федерации есть федеральный закон 442-й о социальном обслуживании граждан Российской Федерации, который предполагает полустационарное и стационарное социальное обслуживание. Что это такое? Стационарное социальное обслуживание – это дома-интернаты. Например, для лиц пожилого возраста. Недавно, так скажем, все наши министры сейчас стали активно использовать Инстаграм. Я наблюдала, как министр труда как раз посещал такое стационарное учреждение для лиц пожилого возраста. Кстати, отрадно сказать, что в Республике Дагестан там очень мало лиц пожилого возраста, всего, по-моему, 89 человек, если не ошибаюсь, которые обеспечены всем необходимым. У них там есть и медицинское обслуживание, и, собственно говоря, и досуг им скрашивают. В принципе, ну, можно так сказать, им там неплохо живется. Это стационарное учреждение. Полустационарное учреждение – это дома дневного и ночного пребывания. Вот дома дневного пребывания – это когда, допустим, лицо без определенного места жительства или просто попавшее в трудную жизненную ситуацию, там, лишился человек жилья. Он может прийти в этот дом дневного пребывания, в Республике Дагестан, в городе Махачкале он есть. Он может получить там бесплатное горячее питание, он предметы первой необходимости, первую медицинскую помощь ему могут там оказать. Дома ночного пребывания – это также, куда лицо либо без определенного места жительства, либо попавшее в трудную жизненную ситуацию может прийти и обрести там себе ночлег. Естественно, жить он там не может. Ну, так скажем, если там есть свои свободные места, он может там оставаться. Но это, опять же, дом временного пребывания. То есть он может там пробыть некоторое количество времени, и потом, собственно говоря, его проблемы должны решиться. Он может обратиться в дальнейшем в органы социальной защиты населения. У нас есть такая услуга, как социальный контракт. Его заключают с гражданином, который попал в трудную жизненную ситуацию, и по этому социальному контракту ему, допустим, могут найти подходящую ему работу, также поставить его на учет в качестве безработного, выплачивать ему пособие по безработице. То есть государство не оставит этого гражданина беспомощным. То есть это одно учреждение, правильно? Нет, вот стационарные учреждения – это как дома-интернаты. Нет, у нас два разных есть здания. Да, это разные здания, а полустационарные – это дома дневного пребывания и дома ночного пребывания. Вот дневного, где они могут приходить кушать, получать первую необходимую медицинскую помощь, а ночного они там могут приходить и оставаться, так скажем, на ночлег. То есть на сегодняшний день нет каких-то проблем, связанных с… Проблем нет, свободные койко-месты. В принципе, там рассчитано на большое количество койко-мест, они все свободны. То есть такого, как в других регионах, такого нет. Здесь есть свободные места. Спасибо большое. Мы знаем, что наши граждане по наступлению пенсионного возраста приходят непосредственно в пенсионный фонд оформлять пенсию. Но хотелось бы узнать, могут ли граждане заблаговременно оформить себе пенсию до наступления непосредственно пенсионного возраста? Синьяма Батана, это вопрос непосредственно вам. Спасибо за вопрос. Хороший вопрос, конечно, который нас волнует, наших специалистов. Все специалисты территориальных органов пенсионного фонда Республики Дагестан, они занимают, у нас есть такие отделы оценки пенсионных прав застрахованных лиц, которые занимаются непосредственно заблаговременной работой, выявлением таких лиц, уходящих на пенсию, в ближайший год-два. Поэтому просьба к нашим гражданам, чтобы вот приходили пенсионные органы пенсионного фонда по месту своего жительства с теми документами, которые имеются у них на руках, для того, чтобы наши специалисты могли дать правовую оценку их документам, разъяснить, какие необходимые документы нужно дополнительно представить. Если где-то нужно, в необходимых случаях наши специалисты направляют запросы в те или иные организации, и к моменту выхода на пенсию у них уже все документы будут готовы, и за месяц до наступления пенсионного возраста они могут прийти или направить через электронные сервисы заявление о назначении пенсии. Поэтому просьба нашим гражданам прийти в пенсионные фонды не тогда, когда вот завтра им на пенсию, они приходят сегодня с теми документами, которые у них имеются. Иной раз документы бывают ненадлежащим образом оформлены, и в итоге у нас приходится задерживаться назначение пенсии, потом они говорят, почему так длительно нам не назначают пенсию, где сроки идут. Поэтому, чтобы качественно оценить правовую оценку дат этим документам, необходимо обратиться за благовременно, за год, за полгода вперед до наступления пенсионного возраста. Синаем Батвина, опять же вопрос к вам. Кто на сегодняшний день занимается подготовкой документа по выходу работника на пенсию? У нас пенсионный фонд Российской Федерации, вот нам такое рекомендовано, у нас было такое письмо, чтобы мы могли выйти на встречу со страхователями, работодателями, чтобы те работодатели подготовили документы в отношении тех лиц, которые у них работают, за благовременно. То есть, чтобы они могли с нами заключить соглашение по электронно-информационному взаимодействию, по предоставлению документов необходимых планно-изначения пенсии в отношении лиц, работающих у них. На сегодня у нас, вот, Республика Дагестан, подписано соглашение, где-то 1100 соглашений. Но, правда, очень в этом медленно идет процесс по подготовке документов, просто работодатели не понимают всей этой ответственности, почему это делается. Для того, чтобы мы тоже самое качественное тенили заранее, какие документы необходимы. Это тоже одна из форм предоставления госуслуг. Потому что к концу 2018 года мы должны где-то 70% государственных услуг оказать нашим гражданам в электронном виде. Поэтому просьба к нашим страхователям тоже идти к нам на встречу. Мы выявляем, выходим на встречу с нашими работодателями, чтобы заключить эти соглашения по представлению документов. Для этого в организациях на работника отдела кадров выделяется ответственно лицо по приказу, кто будет заниматься этими вопросами. И по электронным каналам связи она будет направлять нам документы в отсканированном виде. Этим гражданам уже не нужно приходить к нам в пенсионные фонды, толпиться в этих очередях. Документы уже заблаговременно отправлены. Специалисты нашего пенсионного фонда работают с этими документами. В необходимых случаях где-то направляют запросы или дают разъяснение работодателю о том, что какие документы дополнительные необходимо еще предоставить по этим каналам заявителю, чтобы объяснили. И за месяц, точно так же до наступления возраста, по этим же каналам работодатель может направить заявление на назначение пенсии. Но это все делается на обработку персональных данных. Конечно, естественно, нужно согласие самого заявителя. Спасибо большое. Добавить хотелось, чтобы предложение интересное, что соглашения действительно заключаются со всеми, но работодателям это невыгодно в том плане, что это получается надо... Это дополнительные затраты, они как-то говорят, нам не нужно заниматься. Рабочее место ему составляют. Потом передача персональных данных тоже это не самое дешевое. Когда вы персональные данные внутри по внутренней сети, там все нормально, там не таких огромных затрат. А чтобы эти персональные данные передавать дальше, это тоже требует специально программное обеспечение. То есть работодателю это дополнительные расходы? Хочу сейчас добавить к этому, можно, да, извиняюсь, потому что на сегодня работодатели нам по этим каналам связи предоставляют информацию на работающих граждан, на страховые возносы, они отправляют нам по тем же каналам связи. Это дополнительно идет там где-то, наверное, где-то 2000 рублей надо на год, чтобы электронные ключи они получили, этот самый, да, работник отдела кадров, который будет этим заниматься. Конечно, наши работодатели этого не хотят, потому что с такими письмами мы, пенсионный фонд, обращался неоднократно в правительство Республики Дагестан, чтобы они приняли по этому поводу распорядительный акт, чтобы можно было всех страховать или как-то не заставить, а рекомендовать им. Но пока что наши письма остались без внимания на сегодняшний день, к сожалению. В любом случае, там затраты эти, которые есть работодателю, потому что можно было компенсировать каким-то со стороны пенсионного фонда на встречу, чтобы пошли, там, уменьшились страховые взносы, или тем, кто заключил это соглашение, какие-то там послабления сделали для работодателей, чтобы им была заинтересованность, чтобы помочь пенсионному фонду и работникам. Скорее всего, и только увеличить страховые взносы. Возможно. А хотелось бы у вас спросить, вот то, что страховые взносы были отданы в ведение Налогового кодекса Российской Федерации. Это как-то сказалось на пенсионном фонде? Вот, кстати, на отделе индивидуального персинфицированного счета. Да, у нас был отдел персинфицированного счета, он такого, как остался. Единственное, у нас, да, был отдел администрирования страховых взносов. Да, с января 2017 года эти функции переданы налоговой службе. На сегодня оператором этой системы является налоговая служба. Поэтому, да, у нас пошли в связи с этим сокращения. На сегодня этот отдел пока... Ну, как вы считаете, вот эти изменения, это плюс или минус? Непосредственно вообще для пенсионной системы? Для пенсионной системы это минус, конечно. Минус вы считаете? Да, потому что, понимаете, вот сейчас страхователи, когда направляли, мы ежемесячно нам предоставляли сведения, квартал один раз. Они нам направляли отчет по страховым взносам, да, отчитывались перед пенсионным фондом. Сейчас налоговая служба, теперь у нас перешли на годовой этот сам отчет, они издают в конце года, год один раз. После этого потом, после этого налоговая служба будет нам направлять какие-то сведения. Конечно, где-то есть свои плюсы, где-то свои минусы. А так, персенофицированный учет он остался, конечно, как есть, только они сейчас, страхователи, нам предоставляют месяц один раз. Этот отчет у нас СЗВК стаж называется. Это в отношении тех, которые у них работают. То есть, вы знаете, да, пенсионный фонд с 2016 года индексацию проводит только в отношении работающих граждан. Да, не работающих граждан. Работающие граждане у нас не подпадают под это самое, под индексацию. Поэтому месяц раз работодатель отчитывается перед пенсионным фондом по тем лицам, которые у них работают. Чтобы мы могли провести индексацию в отношении, кто ушел с работы, кто-то вновь появился, чтобы могли пересмотреть пенсию этих граждан. Спасибо большое. Социальное обеспечение всегда занимало и занимает одно из ключевых и определяющих мест в жизни общества и государства. Чтобы процветать и развиваться, государству необходимо проводить эффективную политику в данной сфере. Ведь от этого зависит благосостояние и благополучие народа, его стабильность общества и его устойчивое развитие. На этом все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...